Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Осторожно, листопад! Хоть и ветрено, но красиво парящие желтые листья шуршат под ногами. На улице запах осени. А вот чем порадуют нас синоптики? В Карачаево-Черкесии местами дождь, в горах с мокрым снегом, ночью и утром туман. Ветер восточный, 6-11 метров в секунду, порывы до 15-18. Температура ночью плюс 2,7, в горах минус 3, плюс 2, а днем 5-10 выше нуля и местами до плюс 5. В Черкесии небольшой дождь, ветер восточный, 6-11 метров в секунду и порывы до 15-18. Температура ночью 5-7, а днем 7-9 градусов тепла. Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени. Учитель – это не столько профессия, сколько призвание, особый дар. Благодаря своему педагогическому таланту учителя щедро передают детям знания, а вместе с тем и частицу своей души, любви и терпения. И сегодня у нас в гостях учитель начальных классов гимназии номер 9 черкеска Фатима Батчаева. Доброе утро. Доброе утро. Садитесь. Фатима Магомедовна, вот если вернуться на 20 лет назад, в то время, когда, наверное, я и вы учились в школе и провести опрос среди детей, кем вы хотите стать? Наверняка в те времена дети отвечали докторам, учителям, ну, наверное, мальчики хотели стать космонавтами. И вот сейчас спросить у детей, кем вы хотите стать? Вот как вы думаете, назовут ли они профессию учителя? Ну, вы знаете, в период, когда они обучаются именно в начальной школе, девочки подражают учителю. Часто слышишь от родителей, как дети заводят журналы, им интересно вести учет, они запоминают всех отличников в классе, также они выставляют двоечки, и затем очень как бы интересно и в какие-то моменты даже смешно слышать эти истории. Чаще всего, конечно, мы слышим, что они хотят стать блогерами. Как вы пришли в эту профессию? Вы также играли в учителя в школьные годы, заполняли журнал, ставили двоечки. Вы знаете, как бы это ни смешно звучало, на самом деле это было именно так. Когда училась в первом классе, девочки между собой, общаясь, говорили о том, что они хотят стать учителем. Я сидела за партой и с большой грустью понимала, что это недосягаемое что-то для меня и что этого не может быть. Но когда пришел момент выбора профессии, родители предложили несколько вариантов, и один из этих вариантов был именно педагог. Я выбрала с удовольствием именно эту профессию, так как это мечта с детства, и она сбылась. За что я благодарна, кстати, родителям. Может, у вас был кумир, ваш педагог, да? Вы хотели на него равняться, может быть? Ну, как и все дети, я была влюблена в своего учителя начальных классов, Валентину Ивановну Черникову. Также замещала у нас Фатима Муссовна. Запомнились эти оба учителя своей добротой, своим вниманием, своим умением объяснять. И были кумирами не только для меня, а для всех деток. Но все-таки профессия учителя, она такая ответственная, сложная. Получается, это ваш второй дом, да? Больше времени вы проводите в школе, нежели дома. Вот. И мне кажется, когда стоит выбор именно перед этой профессией, да, это нужно, мне кажется, сто раз взвесить. Или все-таки это должно быть призвание? Может, это все же ваше призвание? Вы знаете, у меня есть вторая профессия, финансист. Но несмотря на то, что я могла бы попробовать свои силы и в этой сфере, уйти из школы нет желания. Работа с детьми настолько затягивает. Скажите, вот вы сколько лет уже в школе работаете? Вот я устроилась на работу в 2000 году, это 21 год в этом году. 21 год, да. Уже такой солидный стаж, уже много было выпусков. Да, да. Скажите, вот перед вами сидит целый класс, 30 человек, 30 глаз. И вы каждому, вот нужно, чтобы до каждого дошло, каждому объяснить, как бы внедрить в него, да, эти мысли. Скажите, ну, наверное, не у всех детей, получается, было, наверное, всегда, да? Есть и хорошисты, и отличники, и двоечники. Вот всё-таки, как удаётся вам добиться вот этого результата, например, из троечника, ну, сделать того же хорошиста? Только терпение. Только терпение и желание добиться результатов, чтобы ребёнок всё-таки тебя услышал. Одному ребёнку достаточно один раз объяснить, другому надо повторить несколько раз, но из урока в урок я буду объяснять до тех пор, пока ребёнок не услышит меня и не поймёт. Скажите, вот обычно бывает так, что один ребёнок хорошо решает задачи, второй там на пятёрке пишет диктанты, третий там безумно читает стихи, да, другой рисует, кто-то поёт. Всё правильно. У каждого, как бы, свои способности, да, свой талант. Но можно ли, к примеру, сделать, чтобы все они хорошо знали математику, русский язык, или это невозможно? Вы знаете, можно добиться того, чтобы у ребёнка были, была база, хорошая база. То есть это не обязательно, вообще не надо утрировать и зацикливаться на оценках. Нужно требовать от ребёнка минимальных, хороших знаний, чтобы ребёнок умел читать, писать, решать. Получается, вот начальная школа – это фундамент, да? Это фундамент, да. Вот какой фундамент заложит в этого ребёнка, какие знания, так он и дальше пойдёт, да? Да. И будут готовиться уже к ЕГЭ. Вот. Сейчас уже дети с первого класса знают, что такое ЕГЭ. Они все испуганы уже с первого класса. Вот, если я не буду учить, а я ЕГЭ не сдам и так далее, да? Да. Вот. И я знаю, что у вас отличники и хорошисты, да? Да. В классе. Да, действительно, это так. Но это большой труд? Вы знаете, это действительно большой труд. И терпение, как вы говорите. Да, да, да. Это большой труд и желание, конечно, надо вызвать желание у ребёнка, чтобы у него был интерес к учёбе, чтобы ему нужно, ну, хотелось быть лучшим в классе. Я часто провожу соревнования между детьми. То есть я им говорю, даю задания и говорю, кто из вас решит первым, вы сдаёте первые и получаете свою бесплатную пятёрочку. Бесплатную. То есть они очень ведутся на эту фразу бесплатную, при этом очень улыбаются, понимают, что всё-таки они должны вложить свой труд. И первые пять человек получают пятёрочки. Чаще всего это, конечно, оценка пять, потому что детки усваивают материал, у них идёт соперничество, и в то же время они показывают хорошие результаты. Наверное, они хотят быть лидерами, да? Все практически хотят быть лидерами, да. У них это желание есть, и они каждый раз, хочу отметить, что не от ней те же детки, а бывает так, что вырываются и детки, которые до этого, может, и не работали. Послабее, да? Да, которые послабее, но они до этого не работали. И вот в духе соперничества они выходят вперёд. Скажите, вот у каждого ребёнка, как и у взрослого, свой характер, да, свой нрав. Да, это так, да. Вот, и как вот распознать его, как подстроиться? У каждого своё настроение, вот как вам удаётся? Вы знаете, детей выдают их глаза. Если они довольны, если у них всё получается, если у них есть хорошее отношение с друзьями, это видно по глазкам. Глаза – зеркало души. А когда у ребёнка что-то не получается, он расстроен, естественно, я обращаю на это внимание и стараюсь узнать, в чём причина, и устранить эту причину. Если какие-то недопонимания с одноклассниками, я им всё время говорю – один за всех и все за одного. То есть это девиз нашего класса. Поэтому ребята более сплочённые в классе, они дружат. Больше всего я делаю уклон на то, чтобы ребёнок был уверен в себе. Чтобы он понимал, что он личность, что у него всё получится. Спасибо, Магомонитовна. Ну, на мой взгляд, программа очень сложная, чем была в нашей школьной юности. Программа очень сложная. Мне кажется, очень большая нагрузка на детей, как вы считаете. И многие, наверное, не справляются, мне кажется. Вы знаете, очень многие родители, я слышу это от родителей, что сложная программа, они справляются. Я с этим не согласна. Я не согласна по одной причине, что данная программа рассчитана именно на современное поколение. Сейчас детки ещё не научились ходить, ещё не научились говорить, но умеют пользоваться телефоном и пультом. Правильно? Получается, что дети настолько развиты, что программа развивает их способности. Не так давно глава государства Владимир Путин обратил внимание на то, что очень много контрольных, проверочных работ. И он поручил, чтобы как-то это пересмотрели. Вот действительно так, что детей загружают этими работами. Их чрезмерно много. Вы знаете, контрольные работы, они пугают детей. Можно то же самое задание дать, более упрощённым словом, самостоятельная работа. Я согласна, что их можно сократить. Может быть, всё может быть. Он дал поручение пересмотреть, и, может быть, сократят всё же. Да, ну, будем надеяться. В принципе, дети справляются. Сказать, что совсем у них не получается, я не могу. Может, это касается и старших классов? Скорее всего, да. Начальные классы у нас как бы объём контрольных не менялся много лет. Поэтому, ну, посмотрим. Я думаю, что больше-меньше дети справятся со всем. Ватя Магометовна, вот сейчас всё внимание как бы образованию, да, много всяких проектов, модернизируют школы. Вот недавно у нас на базе 19-й гимназии открылся Кванториум, очень интересный проект, да. Точки роста открываются. Всё делают для того, чтобы детям было интересно, чтобы образовательный процесс проходил, ну, как бы, может, в игровой форме. Чтобы, да, они лучше усваивали материал. Но, опять-таки, на мой взгляд, дети, ну, не все, конечно, не желают ходить в школу. Вот идти в школу у них сразу нет настроения. Не хотят. Недавно мы сняли в Черкесске опрос среди школьников, среди взрослых людей. Вот давайте сейчас посмотрим опрос. Я им задала такой вопрос. Нравится ли вам ходить в школу и ваш любимый предмет? И вот что они ответили. Давайте посмотрим. Скажи, пожалуйста, а вот тебе нравится ходить в школу? Нет, не очень. А почему тебе не нравится ходить в школу? Ну, просто дома мне больше нравится сидеть. А дома вот чем ты занимаешься? Ну, играю в телефон, в компьютер. Скажи, а вот лучше в телефон поиграть, чем в школу, да, пойти? Да. Вам нравилось ходить в школу? Ну, естественно, конечно. Как это не нравится? Куда? Скажите, а какой любимый предмет у вас был в школе? Химия. А какой предмет больше всего нравился? Английский язык, физкультура, биология, география. Скажите, тебе нравится ходить в школу? Да. А какой предмет тебе больше всех нравится? Физра. Круто. А вам нравилось ходить в школу? Очень. Да. А какой предмет вам больше всех нравился? Английский, математика. А вы не хотите передать привет пожелания своим учителям в День учителя? Привет, Татьяна Ивановна, Любовь Михайловна. Привет. Это какая школа? Это средняя школа Станицы Исправной. Вам нравится ходить в школу? Нет, в колледж. Вы в колледже? Ну, а в колледж нравится, наверное? Да, конечно. И какая у вас профессия будущая будет? Программист. Вот вам нравилось ходить в школу? Относительно. А сейчас вы где учитесь? В медколледже. Наверное, в медколледже больше нравится, чем в школе? Ну да, там поинтереснее. А какой предмет любимый был в школе? Биаллоке, химия. Физкультура. Отлично. Можете поздравить своих учителей в День учителя? Да. Как ваши поздравления? Поздравляю всех учителей с этим профессиональным праздником. Самое главное, желаю терпения. А какой предмет больше всего нравится? Родной язык. Мачмачки. А тебе? Тоже ровный яшик. А тебе какой нравится? Физкультура. Физкультура? Угу. Молодцы. Вы в таком настроении. Вы из школы идете? Да. Наверное, пятерки получили? Да. И все у вас отлично? Да. Успехов вам! Спасибо. Почему у детей такое настроение? Ну, это, наверное, все-таки, я считаю, связано с появлением вот этих всех новых технологий. И играть всегда было интереснее, чем учиться. Поэтому здесь причиной может быть только одно – заинтересованность в игровых всех этих приставках, в игровых компьютерных играх. Ну, да, в наше время не было этого. Да. Мы ходили в библиотеки, читали книжки, интернета не было, и поэтому все внимание было обращено именно к учебе. Да, я согласна. Сейчас, да, дети хотят играть, только больше находятся в социальных сетях. Да. Это, конечно, большой минус. Но ничего с этим не поделать. Я думаю, что учения свет говорили во все времена. Да. Поэтому во всех сферах нужны грамотные специалисты. Да. Вот. И поэтому нужно учиться, учиться, еще раз учиться, чтобы быть грамотным, умным человеком. Да, согласна. Фатия Магометовна, накануне был День Учителя. Я вас от всей души поздравляю с этим профессиональным праздником. Спасибо большое. Конечно, огромного вам терпения за ваш труд. Спасибо. Больших вам успехов. Пусть ваши дети в вашей классе радуют вас, чтобы всегда ваши глаза блестели от счастья. Спасибо. Их глазки блестели от того, что они умные дети благодаря вам. Фатия Магометовна, и этот вот яркий букет вам от нашей программы сегодня. Вы хорошо знаете Карачаево-Черкесию? И да, и нет. Ну, тогда расскажу вам историю про один необычный мост. Находится он в Кубанском ущелье. Мост необычной конструкции, который ведет в Дуутское ущелье. Но с ним связана одна красивая история, точнее легенда. В 1998 году Юсуф Барлаков написал в своей книге историю любви. Любви, похожий на сон. Вот об этом сегодня утром нам поведает Алла Динаева. Вот это тот самый красный мост, овеянный легендой о большой любви. А началась эта история с того, что однажды молодой парень-инженер, прибыв домой в отпуск в горное селение, заехал погостить к другу в соседний аул Дуут и влюбился там в девушку. Позже он сообщил о намерении жениться. Она согласилась, но передала ему одну свою просьбу. Путь в наш аул чуть далее соединяется с дорогой, ведущей в Большой Карачаев. Каждый год река Кубань поднимается и смывает мост, и жители испытывают трудности. Я слышала, что он инженер, и если это в его силах, то не мог бы он построить мост, сказала девушка. Спустя недолгое время тяжелое длинное плоское железо разгрузили около Кубани, и началось строительство моста. Только звон и стук строительных работ нарушали привычную тишину Кубанского ущелья, и уже к середине осени сооружение через Кубань было готово. В честь такого события жители горных аулов устроили Большой Карачаевский той и ждали инженера, который помог решить глобальную проблему горных селений Удвудского ущелья, но на празднике он так и не появился. Потом выяснилось, что его оклеветали и арестовали. Долгие годы ждала его девушка, она получала от него письма. В одном из них он рассказывал, что написал в Москву в надежде доказать свою невиновность. Переписывались они до начала Великой Отечественной войны. Спустя три года девушку вместе со своим народом депортируют в Казахстан. Многие сватают ее, родственники уговаривают устроить жизнь, но все тщетно. В 1957 году после возвращения Карачаевцев на историческую родину в надежде выдать ее замуж. И сообщают, что ее жених умер, и эту новость девушка не пережила. Через восемь дней после ее смерти к своей возлюбленной в родной край приезжает ее жених и узнает печальную весть. Девушку похоронили недалеко от Красного моста. Столько всего пережить, и уже казалось, что все позади и близка встреча с любимой, но, увы, судьба распорядилась иначе. Через день и его находят без чувств у могилы любимой. На самом деле это было. Я просто написал, как я слышал, от многих людей это слышал. Дудчан, джазлыхчан это, там, от них это я слышал, стариков. А когда и где вы это слышали? Это когда мне было 25 лет, наверное. И я после возвращения из Средней Азии этим занимался. Юсуф Барлаков говорит, что двух героев знал лично, и их имена он сохранил. А нехорошему человеку, который сыграл роковую роль в судьбе двух людей, автор выдумал имя, соответствующее его поведению. Я сам назвал этот плохой человек Шугут. Знаешь, что такое Шугут? Это змея, которая скрывается и бьет людей. Вот это я назвал его Шугутом. Там есть Хусей. Он в прошлом году умер здесь, жил. Он это был. А другие имена это выдуманные, кроме Хусей. Хусей был хороший человек. Красный мост в Дудском ущелье и книга Юсуфа Барлакова. Свидетель о той красивой, но грустной истории любви. Вот так завершилась история большой и преданной любви. Это светлое, чистое чувство вдохновляет людей на подвиги и хорошие поступки. Кстати, говорят, что перекрасили мост в красный цвет из-за трагической истории любви. Алла Динаева, Алий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевский район. Далее телевизионный эфир на телеканале Россия продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите Вести, Карачаево-Черкесия. Всем удачного дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok